Давайте честно, большинство из нас не знают о Швейцарии ничего. И все наши глубокие познания об этой удивительной стране закончатся на дифферамбах швейцарским сырам, шоколаду и фондю. В целом, конечно, вся эта тройка великолепна. И если к сыру добавить бутылочку местного вина, будет только лучше. Но все же это клише. Как водка, медведь и балалайка. На гербе швейцарского Берна, между прочим, также красуется мишка. А два медведя в городском Бернском зоопарке были подарены городу Дмитрием Медведевым, когда тот был президентом России. Швейцария первая страна в мире, которая объявила себя нейтральной. Это страна, в которой самая чистая в мире вода. И особое отношение к окружающей среде и природе. Здесь говорят на четырех языках. А 25% населения страны составляют иностранцы. География. Швейцария находится в центре Западной Европы. Она ограничивает с Германией на севере, Австрией и Лихтенштейном на востоке, Италией на юге и Францией на западе. С площадью 41 285 квадратных километров и протяженностью 220 километров с севера на юг и 348 километров с запада на восток, Швейцария является одной из самых маленьких стран в мире. Несмотря на небольшие размеры, страна может порадовать своим ландшафтом. Озеро Маджоре – самая низкая точка над уровнем моря, с высотой 194 метра над уровнем моря. На другом конце находится 48 горных вершин, выше 4000 метров над уровнем моря и покрытых снегом круглый год. На высоте 4634 метра над уровнем моря пик Дюфур в кантоне Вале является самой высокой горой Швейцарии. Регионы. Швейцария состоит из трех основных географических регионов. Юра, Швейцарское, Плато или Плоскогория и Альпы. Альпы занимают 60% территории Швейцарии. Хотя Плато является экономическим центром, именно Альпы формировали национальную самобытность страны. Но лишь часть населения проживает в альпийских районах, множество горных перевалов, которых служат важными транспортными маршрутами. Плато занимает лишь 30% площади Швейцарии. Но в нем проживает более 2-3 населения Швейцарии, и большинство основных городов находится именно здесь. Регион простирается от Женевского озера на западе до Боденского озера на востоке. Юра граничит с Плато на северо-западе и занимает более 10% площади Швейцарии. Этот известняковый горный хребет, расположенный в среднем на высоте 700 метров над уровнем моря, представляет собой живописную горную местность, пересеченную речными долинами. Природа. Несмотря на небольшую площадь, Швейцария имеет удивительное разнообразие растений и животных. Около 46 тысяч различных видов. В 1994 году Швейцария подписала Конвенцию ООН о биологическом разнообразии. Ряд участков были объявлены охраняемыми районами, ввиду их исключительной экологической важности и уникальной характеристик. Швейцарский национальный парк в Энгодине, в кантоне Граубюнден, был основан в 1914 году и стал первым национальным парком в Альпах и входит в заповедник биосферы ЮНЕСКО. В настоящее время насчитывается 19 швейцарских парков, которые официально объявлены охраняемыми районами. Первый федеральный закон о защите лесов был принят в 1876 году. Огранно-лесных ресурсов и управление ими с того времени играют центральную роль. В таких горных странах, как Швейцария, леса имеют жизненно важное значение, поскольку они защищают от эрозии, помогают стабилизировать почву и предотвращать оползни и лавины. Вода. Швейцария является источником 6% всех ресурсов пресной воды Европы. Ее часто называют Европейским водохранилищем. Здесь начинаются реки Рона и Тичино. В стране насчитывается более полутора тысяч озер. Женевское озеро, пересекающее франко-швейцарскую границу, является крупнейшим озером в Западной Европе. Его площадь составляет 582 квадратных километра. Глубина озера в самом глубоком месте составляет примерно 310 метров, что делает его одним из самых глубоких озер в Европе. В средние века озеро было важным торговым маршрутом, и вокруг его берегов выросло множество поселков. Рядом с Женевским озером находится ряд известных достопримечательностей, в том числе Жидо, большой фонтан, который выбрасывает воду на 140 метров в воздух, и Шильонский замок. Древняя крепость, расположенная на небольшом природном острове. Я посещал этот замок в 2022 году и снял про него отдельный выпуск, который прикрепил в описании. Если вы любите истории про Средневековье или планируете посетить Швейцарию, уверен, вы, как и я, будете под впечатлением от Шильона. Само озеро было источником вдохновения для многих художников и писателей, включая лорда Байрона, который написал поэму «Шильонский узник». После посещения замка. Женевское озеро также славится своими винами, особенно белыми, произведенными на виноградниках, расположенных вдоль его северного берега. Ледники занимают около 3% поверхности Швейцарии, крупнейшим из которых является ледник Олечь, длиной почти в 23 километра. Ледник Рона – еще один популярный ледник, расположенный в том же кантоне. К сожалению, изменение климата быстро приводит к таянию швейцарских ледников, что вызвало опасения по поводу воздействия на окружающую среду страны и туристическую индустрию. Озера и ледники в Швейцарии жизненно важны для регулирования стока воды с гор. Многочисленные плотины и водохранилища в стране помогают обеспечить стабильные поставки воды для питья, орошения и гидроэлектроэнергетики. Швейцария знаменита своим качеством питьевой воды. В швейцарских кранах она является такой же чистой, как минеральная вода в бутылках. Благодаря превосходным методам очистки воды можно купаться в любом озере и реке Швейцарии без беспокойства о загрязнении. Общее ежедневное потребление воды в Швейцарии составляет около 300 литров на человека с учетом потребления домашних хозяйств, промышленности и обрабатывающей промышленности. Энергия. Энергия, потребляемая в Швейцарии, поступает из разных источников. 49% энергетических потребностей покрывается за счет сырой нефти, 24% электроэнергии, 14% газа и 12% других источников энергии. Швейцария производит 22% своих потребностей в энергоресурсах за счет возобновляемых источников. Страна содействует достижению международных целей в области климата посредством своего закона о выбросе СО2. Закон предусматривает сокращение выбросов парниковых газов на 20% по сравнению с уровнем 1990 года. Население Швейцарии также согласилось принять новый энергетический закон, предусматривающий значительное сокращение потребления энергии и повышение энергоэффективности к 2050 году. Поощрение возобновляемых источников энергии направлено на снижение зависимости Швейцарии от импортируемых источников энергии. Было принято решение постепенно ликвидировать атомную энергию, что означает, что 5 швейцарских ядерных электростанций будут выведены из эксплуатации по окончании срока их действия. Переработка отходов. Швейцарцы уделяют достаточно много внимания вторичной переработке. Все жители страны платят налог на вывоз мусора, который может составлять около 300 франков в год. Жители сами сортируют мусор, выбрасывая его в соответствующий к каждому виду мусора контейнер. Но есть возможность и приобрести специальные мусорные пакеты с маркировкой. Тогда мусор будут сортировать другие люди, но и налог будет выше. Транзит. Швейцария является важной транзитной страной. Железнодорожный и автодорожный туннель, проходящий через гору, год обеспечивает прямое соединение между Италией и Северной Европой. Новая железнодорожная связь через Альпы, NRLA, завершенная в 2020 году, внесет значительный вклад в перенос трансальпийских грузовых перевозок с автомобильного на железнодорожный. Готардский базисный туннель имеет длину в 57 километров и является самым длинным железнодорожным туннелем в мире. Большой перевал Святого Бернарда – главный маршрут между Западной Швейцарией и Италией. Федерализм. У Швейцарии нет официальной столицы. Вместо этого в стране действует федеральная система правления, а ее политические институты распределены между несколькими городами. Но город Берн считается столицей Швейцарии де-факто, поскольку в нем находятся многие важные федеральные правительственные учреждения, включая швейцарский федеральный парламент. Швейцария является федеральным государством с тремя политическими уровнями. Муниципалитет, кантон, федеральное правительство. В стране 26 кантонов, 20 полных кантонов и 6 полукантонов и 2200 муниципалитетов. Кантоны и коммуны являются в значительной степени автономными. Каждый кантон имеет свою конституцию. Законы, парламент и суды – это децентрализованное разделение власти и усилия по решению проблем на самом низком уровне, известные как принцип субсидиарности. Все швейцарские граждане старше 18 лет имеют право голоса. Они приглашаются 3-4 раза в год принять участие в федеральном голосовании по 15 политическим вопросам. Инструментами прямой демократии являются народные инициативы. Это дает гражданам право вносить поправки или дополнение к Конституции. Инициативы отправляются на голосование, если в течение 18 месяцев собрано 100 тысяч действительных подписей. Факультативные референдумы. Граждане имеют право требовать, чтобы законопроект, утвержденный парламентом, был поставлен на голосование в масштабах всей страны. Для того, чтобы новый закон был поставлен на народное голосование, необходимо собрать 50 тысяч подписей за 100 дней. Обязательный референдум. Все поправки к Конституции, одобренные парламентом, должны быть поставлены на голосование по всей стране. Избиратели также должны утвердить членство Швейцарии в таких международных организациях, как Организация Объединенных Наций и Европейский Союз. Исполнительная власть правительства и парламента находится в руках Федерального Совета в составе 7 членов, избираемого Объединенным Федеральным Собранием каждые 4 года. Федеральный Совет руководит семью департаментами или министерствами, следит за выполнением федерального законодательства, разрабатывает проекты нового законодательства и ведет переговоры с другими странами. Правительство, разделяющее власть, состоит из представителей 4 основных политических партий. Законодательная власть в Швейцарии осуществляется Федеральной Ассамблеей, которая разделена на две палаты равного статуса, которые заседают отдельно. Национальный Совет представляет народ и состоит из 200 человек. Каждый кантон избирает число депутатов пропорционально численности населения. Внешняя политика. Швейцария имеет давнюю традицию международного сотрудничества. Она является членом многих международных организаций. Европейской Ассоциации свободной торговли, Организации экономического сотрудничества и развития, Совета Европы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. С 1975 года. С 1992 года Швейцария участвует во Всемирном банке и Международном валютном фонде. В 2002 году Швейцария стала 190-м членом Организации объединенных наций, ООН. Швейцария основывает свою внешнюю политику на основополагающих принципах верховенства права, универсальности и нейтралитета. Географическая и культурная близость Швейцарии к странам ЕС, а также ее политические связи требуют активной политики в отношении Европейского Союза. Приверженность Швейцарии к гуманитарной деятельности и давняя традиция добрых услуг идут рука об руку с нейтральным статусом страны. Международный комитет Красного Креста был основан двумя швейцарскими мужчинами Генри Дюнаном и Анри Дюфуром. Комитет Красного Креста базируется в Женеве, мировой гуманитарной столице, где находится вторая по величине штаб-квартира ООН с ее постоянными представительствами и делегациями. Женева также является местом проведения крупных международных мероприятий. Вооруженные силы Швейцарии – армия ополченцев. Это означает, что солдаты служат в армии параллельно со своей профессиональной подготовкой, учебой или работой. Военная служба является обязательной для всех швейцарских мужчин в возрасте от 20 до 34 лет. Женщины могут служить на добровольной основе. Языки. В Швейцарии 4 национальных языка, на некоторых из которых говорят больше в одних регионах, чем в других. На немецком говорят 62% жителей, 17 из 26 кантонов, где проживает 2 третьих населения. Кроме того, существует и большое количество швейцарско-немецких диалектов. В Западной Швейцарии основным языком является французский. На нем говорит 22% населения. Четыре кантона являются исключительно франкоязычными. Женева, Во, Навшатель и Юра. Область Берна является двуязычной. Там говорят как на немецком, так и на французском. Итальянский язык является официальным языком Тичина и Южных долин Граубюнден. Здесь также говорят на романшском. Лишь полпроцента швейцарского населения являются носителями романша, что делает его наименее распространенным среди четырех национальных языков. Каждый из четырех языков региона Швейцарии имеет свои собственные радио- и телепрограммы и широкий спектр газет и журналов. В дополнение к официальным языкам, многие швейцарцы также говорят по-английски, особенно в крупных городах и деловых центрах. Швейцария является родиной многих языковых школ, которые предлагают курсы по широкому спектру языков, включая немецкий, французский, итальянский, английский и другие. Также в Швейцарии есть солидный выбор школ пансионов, которые находятся в самых живописных местах, и во многих школах дети учатся на двух языках – английском и языке кантона. Если вам интересны детские лагеря, школы или вузы Швейцарии, на сайте smaps.ru есть самый подробный каталог швейцарских учебных заведений. А наш второй YouTube-канал Smaps Education полностью посвящен зарубежному образованию, где вы найдете обзоры на швейцарские учебные заведения. Швейцарское правительство привержено поощрению многоязычия и руководствуется политикой, направленной на обеспечение того, чтобы все граждане Швейцарии имели возможность изучать и использовать более одного языка. Поощрение многоязычности рассматривается как важный фактор сохранения единства и культурного разнообразия, а также способности участвовать в глобальной экономике. Миграция. В Швейцарии проживает около 2,1 миллиона иностранцев, а это 25% населения. Пятая часть родилась здесь, что означает, что они являются представителями второго или третьего поколения. По сравнению с другими странами Швейцария имеет относительно высокую долю иностранцев. В 20 веке доля иностранцев сильно варьировалась, отражая изменения в экономике и на рынке труда. В конце 1960-х годов из Италии прибыла первая волна сезонных рабочих. За ними последовали рабочие из Испании, Португалии и Югославии. Сегодня итальянские граждане составляют наибольшую группу иностранцев – 4,9%, за которыми следуют немцы, португальцы, французы и косовцы, подавляющее большинство иностранных жителей Швейцарии – 83% из европейских стран. Иммиграционная политика Швейцарии направлена на привлечение квалифицированных работников, которые вносят свой вклад в экономику и общество, сохраняя при этом социальную и экономическую стабильность. В наши дни многие иммигранты приезжают в Швейцарию, чтобы работать на высококвалифицированных должностях – финансы, информационные технологии и здравоохранение. Швейцария – один из самых высоких процентов иностранных работников в мире. Около третья рабочая сила составляют иностранцы. При этом Швейцария является не только страной иммиграции, но и эмиграции. В настоящее время 750 тысяч швейцарских граждан проживают за границей. Франция принимает наибольшее число жителей Швейцарии, за которое следуют Германия и Соединенные Штаты. Организация швейцарцев за границей – ОСО и МИД Швейцарии следят за интересами швейцарских экспатов. Швейцарские граждане, проживающие в другой стране, все еще могут голосовать на референдумах и выборах. Медицина. Все люди, проживающие в Швейцарии, должны иметь медицинскую страховку. Первый федеральный закон о медицинском страховании и страховании от несчастных случаев вступил в силу в 1914 году. В 1996 году он был заменен новым федеральным законом о медицинском страховании. На каждые тысячу жителей Швейцарии приходится 4 практикующих врача. Расходы на здравоохранение растут. В 2016 году они составляли 12% от ВВП. В 1990 году – 7%. Это объясняется рядом причин – расширением диапазона услуг, охватываемых системой медицинского страхования, расширением специализации и технологических достижений, а также старением населения. Швейцарская пенсионная система известна как «система трех столпов». Первый компонент – это система обязательного национального страхования. Страхование по старости и потере кормильца. Второй компонент – профессиональный пенсионный план. Является обязательным для наемных работников. Работодатели и работники выплачивают равные взносы в профессиональный пенсионный фонд. Это частная сберегательная схема, которая предоставляет каждому возможность увеличить свой пенсионный доход. В Швейцарии законный возраст выхода на пенсию составляет 65 лет для мужчин и 64 года для женщин. Третий компонент швейцарской пенсионной системы является добровольным и состоит из индивидуальных форм пенсионного накопления. Такие пенсионные отчисления может делать каждый житель Швейцарии по своему желанию. Вариантов при этом достаточно много. Их предлагают как частные пенсионные фонды и крупные страховые фирмы, так и почти все швейцарские банки. Государство поощряет такие накопления и предоставляет гражданам при этом ощутимые налоговые льготы. Образование. Образование, научные исследования и инновации являются стратегическими активами, которые необходимы Швейцарии для сохранения ее нынешнего конкурентоспособного преимущества. Поощрение Швейцарии как экономики, основанной на знаниях, имеет существенно важное значение для обеспечения социального процветания, устойчивого развития страны и ее статуса привлекательного места. На сегодняшний день 21 швейцарский ученый получил Нобелевскую премию. Швейцария ежегодно инвестирует около 3,4% своего ВВП в научные исследования и разработки Research and Development. На частный сектор приходится свыше 60% расходов на R&D. Четвертая часть поступает от государственных субсидий, а остальная часть вносится главным образом международными инвесторами. Превышающее среднее число патентов и научных публикаций в Швейцарии свидетельствует о хорошем взаимодействии между государственными и частными учреждениями. Швейцария занимает высокое место в этих областях, выпуская 148 патентов на миллион жителей и 1,1% научных статей во всем мире. Основная часть фундаментальных исследований проводится в 10-ти кантональных университетах и в двух федеральных технологических институтах – в Цюрихе и Лозане. Основным содержанием курсов и научно-исследовательской деятельности являются естественные науки и инженерные, математика и архитектура. Прикладные исследования и разработки и передача знаний в рыночные инновации являются главным образом задачей частного сектора и университетов прикладных наук. Они обеспечивают передачу между научно-исследовательскими лабораториями и рынком и таким образом являются важным звеном в инновационной цепочке. Швейцария имеет децентрализованную систему образования. При этом каждый из 26 кантонов страны отвечает за свою собственную политику и программы в области образования. Образование является обязательным для детей в возрасте от 6 до 15 лет и многие дети посещают начальную школу в течение 6 лет, прежде чем перейти в среднюю школу. Швейцарская система образования известна своими программами профессиональной подготовки, которые предоставляют студентам навыки и знания, необходимые для достижения успеха в широком спектре отраслей. Эти программы сочетают обучение в классе с обучением без отрыва от производства. И многие выпускники этих программ продолжают успешную карьеру в таких областях, как инженерия, финансы и здравоохранение. Швейцария является родиной некоторых ведущих университетов мира, включая ИТХ Цюрих, технологический институт, и Цюрихский университет, который входит в число 100 лучших университетов мира. Образование в Швейцарии доступно на 4 официальных языках – немецком, французском, итальянском и романшском. Учащиеся могут выбрать обучение в школе на том языке, который им наиболее удобен. В Швейцарии высокий процент иностранных студентов. Более 20% студентов университетов приезжают из-за пределов страны. Швейцария отличается высоким уровнем образования. И более 50% населения имеют высшее образование. Подробные обзоры на швейцарские школы и вузы мы публикуем на YouTube-канале Smaps Education. А подобрать учебное заведение или детский лагерь в Швейцарии или любой другой точки мира вам помогут специалисты на портале smaps.ru. Все ссылки и контакты будут в описании к видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, так вы не пропустите следующий полезный выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok